И всем привет, друзьям и пацанам ютуба у микрофона Максимус, и сегодня мы разберем вместе с вами новый долгожданный тизер по Бенди и Темное Возрождение. Он раскрывает нам личность главного героя этой невероятной истории, давая еще больше интересных догадок и доводов. После анализа этого тизера мы сможем ответить на некоторые вопросы, которые относятся не только к Dark Revival, но также и к оригинальной игре Bendy and the Ink Machine. Поэтому обязательно поставьте лайк на данное видео и поддержите мои старания репостом в соцсетях. Ну а теперь, поехали! Итак, сегодня мы разберем и проанализируем новый интересный тизер по игре Бенди и Темное Возрождение. В прошлом видео, которое вы можете посмотреть, нажав на подсказку сверху справа, мы обсуждали Элисон, которая была изображена в слегка измененном стиле. Не прошло и месяца, как нас обрадовали еще одним тизером и новой информацией касательно Bendy and the Dark Revival. Думаю, самое время приступить к анализу всего материала. Итак, начнем с тизера. На нем изображена молодая девушка со светящимися глазами, черными потеками на всем лице, преображенными частями тела и полностью мутированной левой рукой. А сбоку мы видим надпись. Мое имя... Андрей! Мое имя Одри. Неизвестно, какая фамилия у новой главной героини, но то, что у нее есть своя собственная модель, уже очень сильно радует. Не знаю, как вам, но внешний вид данного персонажа смог не только удивить меня, но и заинтересовать. Ее глаза, чернильные потеки по всему телу, а также рука с яркими линиями в районе кисти. Что за биошок? Вот вы пида... Есть уже пару интересных догадок, а также слитых фотографий, которые подтверждают не только внешний вид новой героини, но также и показывают, какие персонажи появятся в Бенди и Темное Возрождение. На данной фотографии мы видим набор игрушек для предстоящей распродажи по тематике данной игры. В полную сборку Dark Revival входят Одри, Том, Эллисон, Чернильный Демон, Сэмми, Чернильный Демон с человеческими зубами и существо с обычной головой Бенди. Среди фигурок также есть модели серебряного и золотого окраса. Эта фотография дает нам понять, что к основному составу главных персонажей игры Бенди и Темное Возрождение были добавлены наши старые знакомые в лице Эллисон, Тома, Сэмми и Чернильного Демона. Это не может не радовать многих фанатов данной вселенной. Но появляется вопрос, кем на самом деле является существо с головой Бенди и Чернильный Демон, имеющий устрашающую человеческую улыбку. Криповенько не так ли? Можно предположить, что Чернильный Демон с двумя рядами зубов является либо еще одной новой формой для превращения, либо же это отдельное существо, которое будет играть свою роль в сюжетном повествовании Dark Revival. Насчет монстра с лицом Бенди ничего сказать не могу. Сложно даже представить, кто он на самом деле. Может это... ИСТИННАЯ ВНЕШНОСТЬ ГЕНРИ! Да ладно, шуткую. Или нет? Давайте вернемся к тизеру и к обсуждению такого персонажа, как Одри. Так вот, анализируя внешность новой главной героини, большее внимание привлекала чернильная мутированная рука с линиями и светящимся узором на ней. Дело в том, что в трейлере мы не видели такого. Но зная, что Одри в период показанного только-только знакомилась со своей силой, можно прямо говорить, что ее рука с каждой поглощенной энергией эволюционирует и дает своему владельцу больше способностей. Опять Биошок? Да они и вправду оху... Но самой интересной теорией является не возможность эволюции, а допустимость того, что материя, которая проявлена ярким потоком в руке Одри, может быть материалом, приспособленным для написания невидимых надписей. Тогда некоторые вещи обретают свое место. Поглощая существ и получая энергию, Одри становится больше похожа на чернильного монстра. А это значит, что она получает доступ к возможностям, которых мы еще не могли наблюдать. Одной из этих способностей и может быть образование данной материи, которая могла быть применена при написании надписей на стенах студии. Но вот возникает вопрос, а может ли носитель дать эту материю другому обитателю студии? То есть, у меня появляется маленькая гипотеза, что возможно, Одри могла дать невидимые чернила Генри, которые впоследствии и были использованы для написания надписей. Если же такой вероятности нет, значит, наша новая героиня будет намного интереснее, чем нам кажется. Учитывая то, что многие надписи буквально предсказывали события в студии, получается, что Одри могла видеть и будущее. Скажу больше, если эта догадка верна, то она могла следить за Генри, не поддаваясь эффекту замкнутого ада. Помните подсчеты в первой главе? Если только Одри имела возможность пользоваться невидимыми чернилами, то именно она и считала, сколько раз Генри повторил этот круг. Как вам такая теория? Напишите свое мнение в комментариях, а если вам очень сильно понравилось данное видео, то обязательно поддержите его лайком и отправьте своим друзьям. Может, и им понравится данная теория. Также не забывайте про подписку на канал и колокольчик, чтобы не пропускать новые видео по Бенде and the Dark Revival. Ну и не забывайте про описание, где есть ссылки на соцсети и на плейлисты с теориями по другим интересным играм. Обязательно загляните и помните, что у микрофона был Максимус. Еще увидимся с вами, ребята. Всем удачи, всем пока. Пока.